То в минус, то в плюс. Злую шутку с дорожным покрытием этой зимой сыграли резкие и частые перепады температур, а также обильные снегопады. На 200% их среднемесячная норма была превышена уже в январе. Как результат – разрушение асфальта. Так, на улице Революционной, недалеко от пересечения Смичурина, ямы не соответствуют установленному ГОСТу. В основном, разрушение дорожных покрытий подвержено улице, которой давно не проводился капитальный ремонт. Улицы, которые прошли капитальный ремонт, таких недостатков там отсутствует. То есть, если параметры дороги отвечают, то есть геометры отвечают необходимым требованиям, то скопления воды на них не происходит, соответственно, разрушение дорожных покрытий тоже не происходит. С последствиями непогоды продолжают бороться. Ежедневно полсотни рабочих заливают ямы литой асфальтобетонной смесью. По такой технологии в Самаре планируют отремонтировать почти 40 тысяч квадратных метров дорог. При этом качество смеси контролируют в специальной лаборатории, а новые участки, где такой ремонт необходим, выявляют дорожные инспекторы и активисты общественного контроля. Ямочный ремонт в Самаре продлится до апреля. Потом начнется ремонт картами. За ним последуют и работы по комплексному ремонту некоторых самарских улиц. В их числе и Антонова Овсеенко. Здесь положат новое двуслойное асфальтовое покрытие, замеют бордюрный камень, отремонтируют тротуары, приведут в порядок газоны. За последние несколько лет требования к подрядчикам стали жестче. За состоянием дороги они обязаны следить в течение пяти лет после ремонта. Такую задачу перед ними ставят областные и городские власти. Павел Баймаков, Константин Головин. События.